Ну что же, на этой позитивной ноте, друзья, продолжаем смотреть с вами матчи Фрагбайтмастерс, группа C и сетка, в принципе, группы C уже становится для меня просто, я не знаю чем, но для вас уж в любом случае нежданчиком. Итак, сетка, господа, группа C, ВП ждут победителя пары H2K HellRaisers, коэффициент на H2K 2.8, на E-Gaming Bet, на HellRaisers коэффициент ниже, ну и это очень-очень интересно. И составы команды перед вами на экранах H2K, Рубина, Хойланд, Полис, Карг, Мак и HellRaisers, Маркелов, Досе, Кучер, Ангел, Адрен. Все те же самые лица, для вас за микрофоном, нахожусь я, он же Слэм и, в общем-то, первый пистолетный раунд, H2K играет в защиту. Где они выиграли только что сайдпик, вот пока вы слушали великолепный трек в исполнении, кстати, если не ошибаюсь, как раз-таки норвежской группы, норвежский кибер-поп-суперпанк, неадекватная, не знаю, как они там поют эту песню даже. Ну и Мак уже вот в таком же стиле после этой песенки, ну явно им здесь в мазь, да, смотрите, залепил ангелу. Не сыграли HellRaisers на двадцатку и вот я даже не знаю, что будет. Знаете, подошел на сцену к ребятам, Кучер пересматривал интервью Маркелова, ладно, давайте пистолетку досмотрим, тут 4 в 3, очень интересная ситуация на Б, Рубина прячется. Оп-оп-оп, ну Адрен уже должен его здесь сейчас по своей инициативе забер... Вот это Рубина выстрелил, вот это парень, а еще и Адрен, нет, не прощает здесь Казах, 3 в 2. Адрен Б3, Поле Дуга, Хойлен тоже, ну два с одной позиции, вторая флешка. Хотя HellRaisers выжидают сейчас действий тимплейных с разных сторон. Ну и пистолетку надо здесь забирать, уж по-любому как-то сейчас Хэром. Не знаю, смогут они это сделать или нет, и видим, что ну вот так вот Хойлен ставит Б3, Адрен. Вы знаете, пинг его не спасает, но Кучер может спасти весь раунд, хотя Адрен с Кучером в паре. Играют в паре и выживают оба. 1-0. Б3 и Темка против Дуги сыграли, в принципе, как это обычно бывает в большинстве случаев. 1-0. Так вот, Кучер пересматривал там вью с Мариком такое, когда он взлетел в студию. Ну прикол какой? Я спросил у Маркеловых, готовы ли они поквитаться за то, что их вот так вот отодрали на Старладере. И в итоге их еще раз отодрали, только не на Старладере. Короче, я даже не знаю, но тем не менее команда HellRaisers позитивы не теряет. Оппонент из Норвегии. Вот в нынешнем матче, в малом финале лузеров для них будет, ну я не знаю. Вот сейчас HellRaisers главное разыграться. Главное разыграться, поймать свою игру и уже вот с этим... Ну не знаю, как даже объяснить, с этим опытом, с этой концентрацией. С этим желанием обыграть. Можно подойти на матч с поляками очень-очень ответственно, потому что именно Virtus.pro будут выходить с группы со второго места. Вернее, они будут оспаривать выходить со второго места с группы с победителем этой игровой пары. И Кучер не играет на Б, уверенный выпад Рубина, под флэш. И вторая пошла! То-ка-ка! Да, посмотрите, Адрен съел 5 хп. Дося с пистолетом. И посмотрите, что в арсенале вообще у команды HellRaisers. Это просто... Это просто забей. Вот можно... Так бы, наверное, сказали. Но тут пистолеты их могли сконтрить. Вообще, АБЦ, Дося... Ну, девайсы зашли в плент. Все, надо разруливать. Вот Маркелов взлет под свой контроль точку А и дает минус 2. Рубина не заметили. Он сыграл, но ненадолго. Скарк залетает с 15-ти малой. Минус ангел в пленте. Жесть, Дося! Вместе с Маркеловым. В очень эпичной ситуации. Рубина поджимает ковры. Бомба лежит перед дефолтом. И 22 секунды на поиске Егора Маркелова есть. У Аштукем палится все это 1-1. По-моему... По-моему, не зашло с первого раза. Ну, в общем, буду думать, что делать дальше. Все, что можно пока сказать об игре команды Ашер. Ну, Марик здесь уже пытается, конечно, зайти на максимум. Но понятно, что никто просто не лезет. Такая бомба, такая бомба. Ну, вот инфа про нее прошла. Аштукей просто не вылезали. Сделали, в принципе, все правильно, грамотно и четко. А вот Ашер следовало быть, не знаю, более ответственными. И все-таки... Ну, недооценили, наверное, они оппонента на экораунде. Команда, напомню, вам не играет в регулярном сезоне Старладера. Вот что касается Аштукей. И поэтому, возможно, элемент где-то будет присутствовать. Ну, где недооценили, где-то еще что-то. Хотя после матча с поляками сложно, конечно, про Hellraiser сказать что-то умопомрачительное. Ведь, ну, сначала 4 раунда на Старладере, 2 раунда на Фрагбайтмайстера. Слушайте, у Virtus.pro какая-то аура возмездия за те все приколы с организацией. Итак, Рубина вновь на своей позиции. Hellraiser готовится. Готовили выход на B, но вот решили растянуться и подождать. Ну, посмотрим, что скажет сейчас Марик. Он здесь, в принципе, первый выходит, ждет двадцатка. Перекрестный огонь на главке есть у Аштукей. Ну и проблем, по-моему, там не будет с выходом. Да, весь основной стэк падает от поля, который выжимает на максимум. Маркелов не выходит с ковров, ну и под B остается DOS. Счет становится 2-1. Экономика вернулась в руки команды Hellraiser. Давайте смотреть за баем. Галил Ангел, 2 Галила, ну, 3 АКМа, да. Нормально. Есть первый респаун у Ангела, есть смок. И мне вот очень интересно, как они хотят сейчас использовать весь этот стэк. Так, по-моему, будет сейчас поджим с B Планта у защиты. Да, поджим с B Планта играет Макс Карк, Рубина. Рубина последний. Дым падает с кт-респауна, проброшенный где-то вот отсюда. И Адрен уже в этом дыму просто не знает, что делать. Пытается попасть прострелом. Ну, вот такие вот... Такой спаминг, на самом деле, очень-очень плохо. Маркелов открывает в этот момент Аплэнд. Убивая поле, главка закрыта, пытаются вести... Ох, неравная перестрелка с Хойландом, но Кучеру все-таки залетела. И он поставил этот хедшот. Hellraiser занимает Аплэнд. И, наверное... Ну, тут, конечно, подвезло. Подвезло, подвезло Hellraiser. Вот они сейчас понимают то, что там был 3-б пуш. И эти девайсы просто H2K Gaming не отдадут. Будут сейвиться на B. Все втроем. И для Hellraiser проходной раунд 2-2. 2-2. Такие вот пока что особо интригующие расклады. Насколько проходные HR для H2K, я не знаю. И наоборот тоже. Но коэффициенты я вам уже озвучивал. Букмекеры давали почти 3 на H2K. Инферно, кстати, их рабочая карта, поэтому могут быть проблемы. Даже много у Hellraiser. Байраунд от H2K Gaming. Засейвили девайса. Два Галила. Один Кольт. ЦЗ-ка, ЦЗ-ка даже еще присутствует в стейке. Нет, только АВП вот не хватает сейчас. H2K Gaming, что 5-й раунд сыграть железно с медлом. Просто респаун жалко, наверное. Ну, мне было бы жалко. Вот Мак с таким респаун сейчас был. Тем не менее, будет просто бросать хае. Ну, там либо АВП, либо просто хэшечка. Хэшка результата не дает. А вот Скарг сейчас дал вообще мастерскую флэш. Трое белых игроков просто не прошли. Скарг удается засыпить Ангела, который пытался открыться на банане. Встают в тупик сейчас АШР и ловят еще один смок проброшенный. Рубина с плента и на дугу уже не зайти. Две гранаты. Вот это уже весело. Одна залетела от игрока защиты из АБ3, вторая залетела с другой точки. Так, ну, на всех позициях, в принципе, есть выжидание. Напрокит. Ну, кроме Б плента, на котором уже раскидались команды. И у HellRaisers есть инициатива. Они, кстати, будут пытаться сейчас убить Скарга. Давайте смотреть. Или нет, не будут? Нет, не будут. Просто будут проходить по дуге. Все вместе, всей бандой, никого не оставляя на А. Там уже горят пуканы сейчас у АШТУКЕ. Они просто ждут. Они думают, это либо мидл, либо ковры. А тут просто раскидка на Б. Выход Адрен без всего. Рубина. Так, нет. Скарг красный. Рубина катушки. Задача убить Скарга. Рубина в итоге отвлекает на себя внимание. И тут в дело заходит Скарг. Очень успешно. Подцепляет Адрена. И вот красный игрок сыграл на максимум. В итоге ХР развалились. И это явно плохо. 3-2. Серьезный такой невыход был сейчас на Б. Можно было намного лучше сыграть. Но почему-то решили... Но почему-то проворонили, во-первых, позицию в упоре. Плюс флешки грамотные. Быстрая хелпа. Вот в виде флешек с катериспауном. Так, давайте смотреть. Так. Хойланд, Поли, Ма, Ка, Ба играют Хеллрейзерс. Есть раскидка. Дуга Адрен. Ну, один из первых раундов. Сразу же закупались и действовали так же сейчас игроки Хеллрейзерс после того, когда взяли пистолетку. А вот защита уже пытается немножечко импровизировать и подсаживает Хойланда. Будут его чекать или нет, я не знаю. Но вот после этого все решится. Так, ну, выход на подсадку. Хойланд без шансов справляется. Пытается разменять Ангел. Хороший хитшот. Что скажет Мак? Помимо прострела он еще пытается второго заспамить. Не выходит. 3-2 дают размен. Так, ну вот Адрен пошел за бомбой. Надо было так-то забрать Маркелова. Но, тем не менее, сыграли по разменам не в свою пользу. И сейчас 58 секунд. Смотрим за Адреном, что он будет делать. Проблемы явно у него... Не, у него проблем нет. У него все хорошо. Вот он пошел за бомбой, а Маркелову... У него надо было либо забирать, либо играть. У них 120 флешка с малых. И Мак играет. Выпад. Бинус. 4-2. Защита, скорее всего, здесь все-таки возьмет свое. Мне кажется, что на 9 нацелились. В любом случае, аж 2-кей. И вот, кстати, как бы... Да, дабы не соврать. Ребят, играли команды. Играли команды уже на Fnatic Fragout League, если я не ошибаюсь. И вот сейчас мы посмотрим вообще их последний счет. Какой он был. Да, 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 да. Но вот после GSL Gaming Bats Cup, где обыграли NIP, уступили в финале Клан Мистик, 2 раунда Virtus.pro. Да, вот, к сожалению, не могу матчистри полное посмотреть. Но точно можно сказать, что они играли на Fnatic League. Какой там был счет, не помню. Но там система была 3, поэтому... Там неважно абсолютно. Но Inferno было бы интересно. Посмотреть. Мы, в принципе, его и смотрим. Но интересно было бы узнать, какой там был счет. Так, убина. Минус досио. Неплановая караунд от HellRaisers. Видно, что общаются сейчас. Вообще, я считаю, все, что нужно Ашером, чтобы выигрывать, это просто нормально общаться. Я просто был за спинами, когда они играли вот тот самый матч с NIP на интернете, на GSL Cup. И там была такая инфа у ребят, что... Вообще, каждый момент, каждые секунды, каждое движение просто были продуманы, прочитаны. Игроки. Но Ашер меня, например, порадовали, конечно. Там такая была Верочка. Особенно опасные раунды при счете. Вот 13-14, 14-14. Были, несомненно, самыми главными. Ну, а здесь мы видим восьмой раунд. Начало восьмого раунда. Закуп от Ашеры. Попытка оттолкнуться как-то в счете. Плюс, у защиты уже все замечательно с экономикой. Поэтому HellRaisers надо потеть вдвойне. И не проигрывать такие поджимы, как сейчас. Адрен! Ну, пинг 120 не беда. Вот, все-таки... Все-таки есть везение на этой планете. И HellRaisers тоже. Адрен разыгрывает свой пинг очень жестко. И смотрим, примет ли Хойланд. Внимает Хойланд выпад мид. В итоге игроки команды HellRaisers после таких сногсшибательных фрагов поняли. Ну, понимали, скорее всего, то, что здесь игра на 3б строится. И после флешек, которые вылетели с беплантами, просто не пошли. Три в одного занимать точку. И это, в принципе, заставляет час Ашеров сидеть на дуге и просто ждать. Чудо! Вот Аштукей пытаются угадать хоть как-то направление атаки. Вообще 2 в 4, 2 в 5 принимается беплант у Аштукей. Так что... Не, я в смысле говорю про то, что они могут 2 против пятерых принять, а не то, что сейчас 2 в 5. Так, 4. Игрока команды Ашер, дым в упоре, будут идти на Хойлпу. И вот они флешечки-то полетели. Вот здесь вот уже надо было дергать. И посмотрите, посмотрите, что Рубина возвращается. Там уже зашел. Адрен гуляет, видел Ангела. Ну, Досю заберет, но что скажут сейчас Хелл Рейзерс. Не знают, сколько прошло в церквях. Маг минус, разменивает Ангел. Выпад на дугу Кущер. Контрит Рубиной, остается Хойланд. Но один игрок красный, об этом известно. Кущер ставит бомбу. Ставит при том, что на шашлыка и может не успеть уйти. Успеет, нет, не успевает уйти. Остается против Ангела. Полетела Хае. Ангел. Оу! Прям под попу нет. Пролетела дальше Ангел Спрей. Ошибается в стрельбе, но тем не менее. Доводит дело до конца. И последние пули попадают в Хойланда. 5-3. На ниточке все висело сейчас у Хелл Рейзерса. На ниточке. Так нельзя играть. Так нельзя играть. А штукей будут рисковать. И один в три ходить на выбивание. Я более чем уверен. Эти парни не хотят прощаться с Фрагбайт Майстерс. Потому что для них это... Не, вот еще будет онлайн лига. Если я, если я не ошибаюсь... Это как... Аналог про Сириес. Только для команд, которые не попали. Вот StarLadder, Багбайт. Они играют на этом турнире. Я не помню, когда там даты. Но вот если а штукей сейчас здесь не выигрывают, то для них остается только тот чемпионат. От ЕСЕ. И... И, по-моему, все. И, по-моему, все. Так что... Рисковать а штукей будут... Много. Рубина. Должен был забивать он Адерона, но в итоге... Не забрал. Все, Адерон приходит на мидл. Холл Рейзер сготовит главку. Ну, посмотрите, как стоят 5-4-3 номера. Там просто... О-о-о. Ну, вот начинается все с поля. Мак еще стоит на двадцатке. Его фукусят. Хойланд будет пропускать или заберет. Смотрим. Хойланд. Важный момент для него и для его команды. Пропускает, но разменивается. Дрифт-3. Выход в плент. Полис АВП. Дадут сыграть или снайперу команды из Норвегии? Нет. Забирают его так же. Ну, и в итоге все. Фулл контроль. Практически всего Аплента сейчас за штукей. Если Скарг сыграет внимательно и чекнет право, то это будет минус. Нет. И... О-о-о. Вот это да. В него стреляет Адерон. Не попадает. Но тот даже туда и не думал посмотреть. Позиция сыграла свою роль. Рубина будет сейвить Девайса. Сейвить его будет на коврах. Он просто убегает. Вот. Получили его тиммейты сейчас. Конечно, наверное, много адреналина при таком приеме. Чего было мало а штукейм? Я не знаю. Но втроем стоять с одной линией и не принять выход на фланг, это надо уметь. 15 пропустили. Конечно, да. Позволили атаке перейти на перекрестный огонь. Но, тем не менее, они принимали первых двух-трех человек вообще спокойно. Зачем растягивались, не ясно. С течением проблемы. И, возможно, кстати, а штукей... Возможно, кстати, а штукей немножко побаиваются хеллрейзерс, потому что праки все-таки... Праки они в интернете играли и знают, насколько все-таки эта команда сильная. Тем не менее, у них пока четыре раунда. Нет АВП и будут играть на А-плэн. Скорее всего, что-то с домом. Так, закидка дома. В этот момент Дугу подготавливает и штукей под выпад. Подготовка прошла успешно, но выходить уже не будут. Рубина пострадал на 93 хеллса. Хороший прострельчик от Адрена плюс граната. И хеллрейзерс готовы атаковать А. Но здесь эта штукей тоже занимает весьма все интересно. Спасает, конечно, то, что в доме не играют пока что норвежцы. И вот хеллрейзерсам дают просто занимать позиции. Хойланд. Красава. Просто красава. Я не знаю. Вышел, показал голову Досе, сразу его съел. Все под тайминг Досе. Раскидка сигареты. Игроки защиты просто флешеные. Под этот свет спокойненько хеллрейзерс выносят точку. Ну, все разбирается опять-таки серией разменов. Но эти потери несущественны. И сложной ситуации мы здесь для HR не увидели. Тем не менее, Адром, попытавшись добавить рубина, остался без жизни. Ну, 3 в 2. 3 в 2 и о штуке никуда не пойдут. Но первая половина еще не закончена. И матч не закончен. Хеллрейзер ждут Virtus.pro. Вот Virtus.pro сейчас, наверное, смотрит за этой встречей. Готовится играть либо Дедаст, либо Инферно. Потому что, в любом случае, Мираж придется вычеркивать. Не знаю, Инферно бы тоже по желанию вычеркнуть против VP. Хотя у Хеллрейзерс уже есть опыт с этой командой. И если исходить из него, то, возможно, даже увидим Инферно. Но надо пройти норвежцев. Самое главное пройти норвежскую команду. И тогда, может быть, произойдет то год чудо. И Хеллрейзерс дадут ответку Virtus.pro. Но за Старладдер сегодня не отомстили. Просто не получилось. Нет, Маркелов нормально отжег. Я говорю, отомстите за то, как вас побили. Да, нет, не знаю. И на два раунда меньше, чем обычно. Не, ну это называется стабильность. Как бы, да, стабильно хреново. Поджим! Дуги от Аштукей. И команда Хеллрейзерс ложится, просто не доходя даже до первичных бревен. Жесть. Ну, дуга была подготовлена. И сыграно все было очень жестко. Тем не менее, шансы все-таки еще сохраняют сейчас разыграть Хеллрейзерс эту ситуацию. Нет, все, что нужно, это просто немножко еще посидеть. Вот, подождать. А, тут будет продли... Эх, не везет Хеллрейзерс. Ну, бомбу хоть забрали. Хойланд продлевает дым. Главку упускает Скарк. Пытается на выпаде стреляться. Там уже двое. Инфа про двадцатку пошла. Готов Рубина здесь собраться. И все равно в размен Досе. Маг в плынте. Не видел голову. Ну, Маг ждет просто сейчас. Досе и... Опа! Все. 6-5. Тем не менее, Хеллрейзерс 5. А Штуке Гейминг берут 6. И 12-й раунд первой половины Хеллрейзерс могут купить. 6-3, 6-1, 3-3, 4, 3-6. Ну, тут 4 игрока могут покупать этот, конечно, бай с Галилами. По-моему, там дроп сейчас пойдет Маркелову, если я не ошибаюсь. Нет, он берет П-250, если я не ошибаюсь. И... Да, П-250. Армор. Первый армор у Доси. Без гранат. Хеллрейзерс, по-моему, сейчас понимает, что на Б намазано. Не, ну на Б получалось заходить. Видимо, они поэтому и пробуют сейчас играть именно туда. Не получилось только в тех раундах, когда Штуке поджимали Дугу. Ну, в одном из раундов Хеллрейзерс действительно прочитали их действия, вышли напротив. Двоих одного забрали и закрыли раунд за собой. Но, тем не менее, здесь поджима Дуги не было. И это дает сейчас какую-то надежду. Хеллрейзерс будут пробовать. Выходит под очень опасные флешки в контре от Плэнт. Первый минус очень хороший. Хеллпа просто... Хеллпа изолирована, ничего не сделает. Тем не менее, прострелы все-таки получают по себе. А Шеры, нужна срочная бомба. Будет она или нет, я не знаю. Ангел. Неординар на ящиках. Так, Доси ловит мидл. Вот пассивная игра от Доси спасает сейчас. Немножко положения. Тем не менее, выбиванию не миновать. Маг готов играть. Видит Кучера, стрельба. И Кучер не перестреливает норвежца. Со второй попытки. Но тут уже по разменам проигрывают. То, что Кей, поэтому... Заходить в перекрестный огонь, где перекрыта практически каждая точка, очень-очень глупо. И вот в раунде, когда, казалось бы, на сейф уйти, было бы логично. И сохранить оружие. А, Штуки лезут, умирают. А вот когда... В любом случае, Эка, они не сейвят. Тут можно было бы засейвить два. И было бы три девайса на этот раунд. И можно было бы запушить. Но, тем не менее, понимаю, что Кей, то, что в половине сейчас такой переходный период. И не знаю, будут ли меняться по позициям. Но явно они жаждут сейчас смены. Да, немножко стили игры на дуге меняют на этом Эка. Так и Латхойланда. Довыпендривался на центре. Маркелов с полтора. Нежданно-негадно его закрывает. И... Вот так вот. И вот еще разочек Маркелов развлекается на центре. Нам успевает автодиректор это показать. Рубина Б. Макна, и его будут ловить. Он в доме, если я не ошибаюсь. Но мы смотрим с автодиректором. И никуда переключаться не будем. Вообще, какая-то неоправданная тишина. Посмотрите, два игрока с пистолетами. И HellRaisers не могут. Собрать чехлы. Не, ну, хотят сыграть красиво. Хотят сыграть красиво. Никого больше не терять. Тем не менее, потери неизбежны всегда. Даже против Эко. Ну и слоу-плей до контакта на Б-плэнд. Есть раз, два, три. О, раскидка даже не потрачена. Все по инициативе норвежцев развивается пока. Вот с точки зрения агрессии. Если смотреть именно они агрессивны. Остальные все опруби на Б-3. Все. Мак последний с дуги. Давайте смотреть за его победоносным шествием с Юску. Хорошо, что вот у этой машины на дуге стекол нет. А то если были брони непробиваемые, то мак бы так не сидел. Кучер подозрительно шифтит, понимаешь. Кто-то тут есть. Кто-то тут есть. И вот он самый маг. Ну что ж, Hellraiser берут лузовый минимум. Ставятся паузы. И по чьей инициативе я не знаю. Паузу ставят Досе. И, видать, у Ашер какие-то трудности. Так. 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 Проблемы с компьютером в арене. Стартмани просят. Стартмани. Ангел просит стартмани. Видимо, хочет уронить сервер опять. Я пока что... Так. Напишу ангел джоин. Так, все. Написал я админам, чтобы они не завтыкали с этим. Потому что в прошлый раз они завтыкали. И мы с вами лишились практически всего. Так. Стартмани будет, наверное, где-то... Ну, сейчас увидим. Сейчас увидим. Четыре тысячи ставят. Да, четыре тысячи поставили Досе. Сетка еще раз. Группа С на ваших экранах, друзья. Составы. Ну и понеслась. Снимается матч с паузы. Шесть-семь счет. Хеллрайзер, в принципе, берут больше, чем на самом-то деле им нужно. Вообще им на этой карте достаточно четырех раундов. Не поверите, но это так. По крайней мере, так было пару месяцев назад. Сейчас за атаку они хотят выжить вообще максимум. Но они не показывают, опять же, той игры, которую мы с вами видели на этой карте. Тех... Не то, что тех... Не показывают задумок. Так, Адрен. Пока стрельба. И съедает сразу же Скарг, разменивающий Адрена. Остается еще один игрок на Б, но поле покидает моментально опасную зону. И перемещается на план, дает изоляцию, и в дым Хеллрайзер уже идти будет не по шансам. Четыре в три. Под Аплантом нет аркады. Вот пассивность H2K Gaming на Апланте позволяет им на самом-то деле измором брать раунды против Ашер. Чем дольше Хеллрайзер сидят, тем им же от этого хуже. Они же потом не могут понять, где находится защита. Но H2K... Грамотные ребята, кстати. Помимо того, что H2K еще и тактически подкованы, эти парни стреляют. Дай боже. Так, Хеллрайзер. Выход по коврам втроем. Ангел в центр. 50 хп. Не, тоже пойдет по коврам или нет? Или в дом? Да, будут играть. Дом Ангел будет, наверное, сейчас раскидывать двадцатку, если я не ошибаюсь. Ого! Вот это гости Крубина залетели. Ну, тот красный. Кучер задавил. В планте Хойланд. Надо убивать. Но Доси уже его обошел. И вот она инициатива. Игра с инициативой это называется. Очень четко выходят на А-плент Хеллрайзер. Ставится бомба. В середине плента. Ну, и поле, наверное, здесь уже никуда не пойдет. Автодиректор нам показывает все еще труп Хойланды, который не может поверить в то, что его убили. Красиво, красиво. Ну, и поле такое. Ок, тут дым. Ладно, не пойду. Пойду-ка я засейвлю девайс на последний раунд. Ну, и на 8-7 будут выходить Хеллрайзер. Ой-ой-ой. Эпичненько. Знаете, примечательно то, что играется матч Best of One, а не Best of Three. В BO3, знаете, было бы смотреть интереснее, потому что у А-штуки шансов... Ну, шансы просто X2 множатся, когда вы играете две своих карты. Ну, посмотрим. А-штуки не будет вставиться, поэтому... Увидим. Кто хорош, а кто нет. Хойланд. Ого. Вот купил 7 айтемов. Молодец. 8-6. 8-6. И счет близится к дефолтному. 9-6. Но, возможно, будет 8-7. Плохой бай, плохая экономика у защиты. До закупаются. Я бы сказал, даже не закупаются, а до закупаются. Вот маг вообще голый пойдет без армора, зато с магом. Ну, и смотрим, с чего все начнется. Оп, холлорезерс понимают сейчас, вот в первые же секунды раунда, то, что у А-штуки бомбануло. У них нет на девайсы, и они, соответственно, закрываются моментально дымами под Б, под А. Играют пассивку. А-штуки просто могут подождать, ворваться на Б, что, в принципе, сейчас и происходит. Они собираются все на дуге. Доси минус Хойланд. Но самое главное то, что здесь еще есть трубина. Ну, это ЦЗ. Это ЦЗ. Скарг. Ого, вот моменталка от Рубина, и за девайсом не пошел. Маг минус Доси, ошибка на медле. Тем не менее, 3 в 3, и все-таки А-штуки напрягают максимально. Выгодно для себя команду Хеллрейзерс. Играется перетяжка, но не окончательная. Просят Мака дать флешку и остаться на точке А. Не уверены в своих действиях А-штуки. Скарг пока один на Б. Это единственное, что спасти может сейчас этот раунд для А-штуки. Но стрельба, и первый минус есть. Со второго не заходит. Кучер дает размен. Два в два, но остается в живых. Два девайса в А-штуке и гейминг. Поэтому будет борьба, правда. Бомба все-таки дает. Все, время играет сейчас на атаку. Самое главное, кучеру с Ангелом никуда не вылезать. Действовать Поле один не может без Мака. Дождается его. На этом теряются секунды. Но это щитные секунды. Еще где-то секунд 25 остается до... Типичного расклада. Ангел минус Мак в ЛП. Как плохо. Поле ждал, ждал и не дождался. Пошел искать церковь. Церковь пустая. Понимает то, что там, скорее всего, Б3 и Темка в перекрестном огне стоят. Пытаются ворваться на кучера. Но он уже понял, где находятся игроки атаки. Но в итоге ничего не получилось. Извиняюсь. Закашлянул. Кашлянул. Вырвалось. 9-6. Первая половина заканчивается моментально, пишут рейди. Игроки. Команда H2K. Игроки команды Hellraisers. И теперь уже все решит игра норвежцев за атаку. Статистика за половину интересная. Но вот у Доси ее точно мы не увидим. А у остальных пока непонятно. 6-12 маркелов. Не уверена. 8 на 9. Ну, первая половина, в принципе, показала то, что кучер действительно очень жестко попадает. Адрен жестко попадает. И Адрен попадает жестко в первой пистолетке. Ну, поджим 3Б. 3Б пуш также делают Hellraiser с первым пистолетом второй половины. И этим самым удивляют. Команда H2K решается Анимака. Не самый сильный парень. Но вот сейчас перестрелка Рубина Скарк против Ангела. Решит. Все. Ангел зачекал. Красава. Дал инфу. Все. Это просто габел. А Доси бежит на Б. Снова 3Б. Но 15 чекается. Увидел кучер. Его будут ловить. Двое проходят на КТ. Он дает инфу. Обратите внимание. Доси попытался пресечь эту попытку. Вот это дагл во выходе. Сплит атаки на Б. Но ничего не вышло. 2 на Б все еще остается. Правда. У Hellraiser. Давайте смотреть, как сыграют. С Адреном все понятно. И Ангел. Тут либо на верочку, либо никак. Ангел. Минус 2. Уходит живой. Все. Надо давить. Надо давить. 2 в 2. Егор Маркелов. Посмотрим, что скажут. 5-7 есть. Один смог дает. Но Дефуза не будет. Пытается сыграть с хилпой. На хилпе. Глок. И ого. Это даже... Это было больно. Это даже не Глок. По 2000. Хойланд. Так. Ангела добивают. 9-7. Это 9-9. Грубо говоря. И все-таки норвежская команда смогла. Но ошибка... Не то, что ошибка. Не уверена. Вот сыграли. На КТ. До сих, конечно, да. Врасплох застали. Кучер не должен был, по сути дела, пропускать. Но он откуда знал. Он откуда знал. Должен был ловить по пульке. В итоге не вышло. Ну и сейчас будет диглбай. ЦЗшки. Арморы. У трех игроков защиты. Ихлрайзерс будут два раунда просто сидеть закрыто. Вылезать никуда здесь нельзя. Вот готовят они. Анти-бэ-выход. Который просто может не получиться. А, кстати, эту дырку не закрыли до сих пор на Б. Ой-ой-ой. Вот Адрен не просто так сидит. Он увидит. Вот через здесь есть такая вот дырочка. Вот она. Это дырочка, через которую вы просто видите игрока. На самом деле, с этой стороны тоже есть типичная дырочка. Вот она. Но начекать вот теперь очень-очень тяжело. Игрока, который стрейфится здесь. Если раньше здесь была доска, вот где-то тут вы залезали, просто спокойно в эту доску смотрели, то сейчас она закрыта. И могли просто убивать Б3 с этой позиции. Ну что ж, Хеллрейзерс, ни слуху, ни духу. А Штукей сейчас задумались. И явно задумались эти норвежские парни. Явно они не понимают, что их ждет. Мак проходит незаметно. И Адрен его, возможно, просто не заберет. Да, это будет минус за Маком. Спокойный Маркелов дает размен. Подлавливает Б3 Хеллрейзерс. И А Штукей сейчас... Оу-оу-оу, Ангел! Бабахоньки какие были в руках! Вот это диглище сейчас было на выпаде. А Штукей испугались, побежали быстро на... Ситуация 4 в 2. 4 в 2. Вот что бывает, когда играешь в прятки правильно. Вот что бывает, когда казаки-разбойники... Когда разбойники плохие. Казаки делают все как надо. Ну вот теперь на планете они сыграли. Хойланд закрыл ДОСю, Ангела. Эх. После такого диглища, конечно, неприятно отступать. И чувствовать себя аутсайдером раунда. Хойланд. Unbelievable. Реальная реакция от Хойланда. И в итоге просто закрывает всю, почти всю. 80% команды Хеллрейзерс. 9-8. А Штукей, правильное комбинированное решение. Быстрая перетяжка на Ай. Это их спасло. Это их спасло. Ну и сейчас будет свободный караунд от Хеллрейзерс. Мы будем надеяться, что из этого что-то интересное выйдет. Ну, бабахоньки здесь уже не будет, наверное. Наверное, потому что на диглы тратить смысла нет. На штуке непонятные, на самом деле, ребята. Ой, какие непонятные. Посмотрите, дают смоки вслед за собой, потому что пытаются создать видимость... Видимость фейковой раскидки. На самом деле, смотрите, все проходят 15. Хойланд не видит никого с 20-ки. Ошибается кучер. Надо было подождать. Ангел. Помните, я говорил про бабахоньки? Вот сейчас были они. Именно они, эти самые бабахоньки от ДОСи. Ну, все, штуки поджало. Рубина. Адрен увидел игрушку такой. Опа, мое, мое! Никому не отдам, пойду засейвлю. Идите от меня, отстаньте, я бегу на Б. Все. Даю флешку. Все, отбежитесь. Я засейвил. Я засейвил. Ну, вот так не засейвил он нифига. 9-9 становится счет. Вот не дают Адрену сейвить АК, но на самом деле ничего страшного. Вот этот пинг Адрена 120 прыгает 23 раза за раунд, подсказывает нам игра. 19-й раунд, друзья. Вторая половина 9-9. А штуки гейминг, хеллрейзерс и первый бай. Кучер берет АВП, и это уже интересно. А, ну, респаун. Понятно. Дело святое, взять по респу. Давайте смотреть, про штрафит ли центр. Не знают об этом сейчас. Не, норвежцы в целом думают то, что Марик будет играть с АВП. Но как Марик будет играть с АВП, если он играет на А рядом с коврами? Посмотрите, раш на Б, плент, ангел зажимает. Где же ты, Адрен? Где же Адрен, который должен был включиться в это дело? Хойланд минус поле, тимкиллы и ангел. Ого, кучер прострелом с АВП убивает плент. Это просто лола, не раунд. А штуки не поняли, что произошло. Когда они зашли на точку, все было нормально. Смотрели на Б3, ангел с катушек наказал всех. Ну вы видели, как стреляет Адрен? Вот он наводит 100 вовремя, да, стреляет туда. Но моделька уже от него ускользала оппонента. Пинг 120, конечно, это не шутки. Но тут 100-120 на самом деле сервер один и тот же использует. Поэтому 100-120 стабильно у Адрона, меньше не будет. Так, Скарг. Проходит банан. Бомба осталась в яме, а штуки занимают дом. Играют до контакта, пытаясь понять. Опа. Опа, никого нет. Пытаются помочь Хойланду сейчас найти на центре врага в дыму пистолетами. Вообще молодцы, спалили всю задумку. Но вот если бы главка стояла на перекрестном огне, полкоманда бы уже ушло в никуда. Но они идут сейчас в правильном направлении относительно того, что идут к Ангелу. Который, в свою очередь, не слышит опыта. Шифт-мод продолжается. Стягивается Адрен. Готовы принимать. Готовы принимать Б-плент сейчас с Хеллрейзерс. И проблем, в принципе, не должно возникнуть. Без проблем. Минус 5 с ходу. Минус 3 от Ангела. Минус 2 от Адрена. Идеально работают звенья. Б-плента. Перекрестный огонь решает все проблемы команды Ашер. 11-9. Ну, это уже уверенный выход в преимущество. На самом деле, если сейчас Аштукей поборят себя и... То, что поборят себя. Если сыграют продуктивно в сторону Аплента и возьмут этот раунд, то могут сбить экономику. Ашером через раунд. Так, раскидка дуги. Скарг. Минус 20 всего. Ну, Скарг четок. Вот знаете... Многие шведские игроки проходят сразу всегда до угла. И ждут. И ждут, когда вы будете делать стрейф, чтобы щекнуть. Типа такие на поджиме. Оп-оп-оп. А Скарг просто до угла даже не пошел. Остался стоять. Остался стоять и ловить. Доси. Минус мид. Кучер дает размен. Мак. Бомба у Рубина в центре. Аплент развалился, по сути, у Аштукей. Ну, вот 4 в 3. Но ситуация такая, что, посмотрите, два игрока идут на против дальних позиций. Одна из них у Кучера. Это Снайпер. Маркелов с Плунта играет. И... По сути, на дорога закрыта. Но если убить Кучера, Маркелова можно задавить вдвоем. Скорее всего, Аштуки Гейминг на это сейчас рассчитывают. Стягивается третий. Все. Ну, выпад против выпад. 3 в 2. Чистное преимущество за атакой на Апленте. Чек от Хойланда. Ну, ему в ответку Маркелов забивает. Забивает в него просто... Вообще, последний гвоздь в его гроб. Скорг. И... Привет, привет, Маркелов. Ого, 2 в 2. Вот 6 хп Скорга против 100 пинга Адрена. Это то же самое, да? Нет. Ну, замашнил сейчас Адрен своего оппонента. Пытается Скорг ловить. Адрен! Не знал, что Скорг его ждет. Тем не менее, справляется с ситуацией. Бомба стоит. Рубин 1 в Плунте. Адрен красный. Адрену надо идти на размен. Но идут наоборот. Готовятся. Оп. Ну, Рубина спалил то, что он на дефолте. Это плохо. Пытается стреляться. Понимая то, что сигареты его будут догонять. И забирает Ангела. Минус... 45. Стоп. Почему? Адрена 70. Так. Кто был красный? Ну, Адрен просто на морозе. Дефит. И... Не получается! Секунды не хватает Адрену. Это жесть. Рубина потащил. Красавчик. 11-10. Тем не менее, раунд преимущества в ЗХР. Экономика... Сохраняется в тонусе. И можно продолжить закупаться. Ну, а штуки показали, что готовы тащить вот такие контактные раунды. Показали то, что не поплыли еще основные... Основная сила, так сказать, ударная. Ну, я имею в виду Скарка, Рубина, Хойланда. Вот это вот трио. Оно дает жару. При том, что стабильно. Так, ждем. Смотрим. Вот ангел чекает под моменталку. Минута 16. Догадывается HellRaisers то, что дуга занимается быстро на первых секундах. Что, будут убивать Б3? Смотрите, Скарк какой хитрый. Запрыгивает и ждет. На самом деле, очень эпично, да? Посмотрите. Ну, вот вы заходите за Б3, когда вас раскидывают в упоре. И АВП вас убивает. Ну, эту фишку все знают. Просто ее выполнить очень-очень тяжело. Адрен принимает Б. А штуки пытаются сыграть на запуск. Б-плунта. Запустить туда сначала крысу, которая обойдет спину всех, убьет. Но вот ее не пропустили как раз-таки. Адрен дает еще и спаминг. Попадает по Скарку. Ангел пытается отбиваться, как раненый лев. Как раненый лев. Но численное преимущество игроков. Хеллрейзерс на Б сейчас аж ошарашило Аштукей. Вот только-только они поняли то, что пока они играли там свой супер-слов. Хеллрейзерс уже знали. Что это будет Б и 12-10. Два раунда преимущества за Хеллрейзерс. Все пока хорошо складывается. Надо брать 13-ый. И у Аштукей будет минус-моралька. Хотя у них, наверное, она уже есть. Потому что девайсные отдаются. Ну вот девайсные раунды именно. Прошлый раунд он был самый важный для них. Отдался. Такой раунд, который оспаривает лидерс. Аштукей могли его взять, выйти вперед. Или хотя бы догнать Хеллрейзерс по счету. И сбить экономику. Но не вышло. Тем не менее, минус один есть. Это падает Адрен. Кто вразмене? Кучер. Минус 15. Выход главка. И надо просто всех сосчитать. Что, в принципе, и происходит. 13-10. Ну, Аштукей, по-моему. Вот сейчас 3-7, 3-6. Нет, на АВП нету. И такой рисковый бай, конечно, сейчас будет. Такой рисковый бай. Комплект раскидки. Один дым. Два дыма. Одна граната. Один декой. Да это не на А, не на Б. Это пощекотать только Херов можно такой раскидкой. Тем не менее, эти парни умеют играть фейки до контакта. Поэтому, может быть, 2-б, 3-а и до конца. Может, это как-то поможет им. Теллрейзи же готовятся принимать мидл перекрестным огнем. Неоднозначным. Ну, вот оба выходят. Просто красавчики. И поле, и рубина. Все. Ну, и что делать дальше? Понятно, что по коврам будет. Хойланд идет все равно. Но это тупо крутое пике. Бомба под Б. И если бы бомб керри сейчас убивал Б плент, вернее, дугу, то мы бы увидели совсем другой поворот событий. Бомба дропается. И команда штуки гейминг растянута по карте. Хойланд ковры. Досе знает, что он там. Ну, или, по крайней мере, догадывается. Мак на центре. Скарг уходит с дуги. 50 секунд. И времени, на самом деле, на атаку осталось только в одну точку. Есть один дым, который чем-то может, конечно, помочь. Не, если дым сейчас упадет на Досе и попробует пройти 15-20, там, 2-1 как-то, да, по схеме, то все будет хорошо. Досе, кстати, зачекал 20-ку. Дал инфу. Ну, на короткой тут все делается. На короткой секунде. На секунды не проходят, просто все позиции раздавливаются. Досе зачекал, уже видел. И холлрейзер сразу сделали два выпада. Чек ковров, выпад 15. Позиция, кстати, Досе. Вчера я его подробно расспросил. Вот. Пиксель. Сейчас вам покажу. Я знаю, что многие смотрят КС по фану, но, тем не менее, если играете матчмейкинг, возьмите на заметку. Отсюда, вот тут видно в эту дырку. Вот она. Вроде она. Видно, когда игрок атаки выходит на 20, и вы просто даете инфу, и в этот момент залетают моменталки с 15, ну, с малых на 15, залетают флешки или так. Ну, и игрок, который вот это дело чекает, он просто убивает ковры спокойно. Ну, и все. 14-10. В общем-то, крутой пикет для Аштуки Гейминг. Это очень-очень тяжелая игра. Вообще, на этом чемпионате для Аштуки все матчи были крайне тяжелыми. Видно, что парням есть над чем работать, есть над чем стремиться. Но я, тем не менее, жду их у нас на Старладдере в Старсерии в следующем сезоне. Я надеюсь, они будут проходить квалификацию и смогут это сделать. 15-10. Состав, конечно, у них перспективный собрался, но вот официальные победы все же против мировых грандов они так и не одержали. От них ждали куда большего результата. Особенно комьюнити, которая просто... Вот они собирают на стриме по 10 тысяч, чтобы за их игрой посмотрели. И тем не менее. Тем не менее. Видно то, что не хватает. Что такое командная игра, парни знают. А вот как обыгрывать другие команды, которые знают о командной игре куда больше. Пока этот моторчик еще не заработал. Но чтобы он заработал тяжело. Так, одна моменталка и 4 на мидл залетают у команды Штуки Гейминг. Так, автодиректор, как всегда, молодец. Ну, давай, Маркелов. Топил, не убил. Два в одного. Поле будет таскать. Будет таскать за собой бомбу. Будет тащить этот раунд. Но Ангел его просто ловит в арке. 16-10 финальный счет в этом матче. Ну, я не знаю, как это описать. Это будет просто смешно. Смотрим на сетку и ожидаем сейчас следующего матча. Это HellRaisers против Virtus.Pro. Второй раз за сегодня. Второй раз в этом игровом дне. И это будет действительно эпичное зрелище. Я вернусь к вам после небольшой музыкальной паузы. Небольшого таймбрейка для комментаторов. И мы продолжим смотреть FragBite Masters. Второй сезон группы C. И будем досматривать. Ну, и узнаем, кто же выйдет со второго места. С первого места с группы выходят LGB. И нам остается узнать, Virtus.Pro или HellRaisers мы увидим в плей-офф. И будем следить пристально за плей-офф этого чемпионата.